I have ways of blowing things up. Здарова, ребятушки, с вами Аладушки, поехали сегодня в мини-моторвейс, как обычно, что у нас по городам, кстати, и по челленджам. Давайте посмотрим. Дейлик в Мексико, в Мехико, да, Мехико-сити, типа Мексико-сити. А вот есть Манила, сейчас чекнем, что куда. Думаю, если мы сначала посмотрим на прохождение, то, что нам нужно... А, у нас Манила вот и так на прохождение, ну тогда давайте сразу сюда. Что у нас там, Рио-де-Женеро, 400 в Маниле. То есть, если бы мы прошли недельные в Маниле, нам бы все равно в Калсаре. Ну ладно. Раз он у нас есть для прохождения, я считаю, что лучше бы тогда начать отсюда. И лёг по Сиг. Извиняюсь, не знаю, где это, что это, как это. Что у нас? У нас два моста есть пока что. Ну, учитывая, что у нас оно находится в центре, в кольце в таком, и речка вокруг, то нам пригодится, да. Недавно у нас там была со светофором проблема, стоял в пробке и подумал как раз об этом, что я поехал сегодня по другому маршруту, потому что там, где я обычно езжу, проблема со светофором. И как раз вспомнил про эту игру, что, ну, у людей маршрут не меняется, они едут по кратчайшему маршруту для того, чтобы попасть в торговые центры. А прикиньте, если бы маршрут менялся там в зависимости от того, что ему нужно транзитом проехать, ещё там вещи и стирки забрать, или какие-то мелочи купить по пути, чтобы были не только торговые, чтобы, типа, знаете, была система торговых центров, магазинчиков и домов. Это было бы сложнее, воссоздать, я имею в виду, для разработчиков, но это было бы, наверное, гораздо круче для игры. То есть представьте, что можно создавать транзитные точки, благодаря которым ты даёшь людям, ну, типа, перенаправляешь их, вот они едут у тебя все по одной дороге, потому что так ближе всё к торговому центру. Тебе нужно сделать две дороги, допустим, вот по одной и той же дороге у тебя едут жёлтые и красные. Ты строишь другую дорогу, но ей никто не пользуется, а так бы ты туда поставил, например, какой-нибудь там красный или жёлтый транзитный магазинчик. Имеется в виду, что люди будут через него проезжать, но он не будет конечной точкой. Такое для переманивания, грубо говоря. И у тебя вот на одной дороге поехали одни, на другой другие. Это, по-моему, была бы очень крутая идея. Ну, на самом деле, я очень часто говорю, что было бы неплохо в этой или в той игре одно, в этой или в той игре что-то другое, там, пятое-десятое. Но в данном случае... Рандебаут возьму. В данном случае, мне кажется... Что вот это вот прям неплохо бы сработало. Оно бы не поломало геймплей. Но оно дало бы новые возможности и было бы гораздо прикольнее и интереснее строить. Как, например... Ну, в той же мини-метро. Как ты можешь делать или транзитные станции, или центр, как бы... Большая станция и всё. Там, по-моему, немножечко больше опций на эту тему. Здесь они сосредоточились на типах дорог. Как там дорога, светофор, круг, шоссе, все дела. Но они вообще... Задумывались о том, какие наземные объекты. То есть, вот у тебя есть дом. Вот у тебя есть торговый центр. Вот у тебя есть большой торговый центр. Вот у тебя есть привокзальный торговый центр. Но, по сути, все они работают абсолютно одинаково. Просто в большом торговом центре появляется больше людей. А в привокзальном, когда приезжает поезд. Но суть это не меняет. Так же, как нету, например, больших домов. Дома всегда все одинаковые. Хотя, ну... Вы, типа... Блин, а мне второй мост... Не хочу второй мост. А у меня ещё одного моста нет. Ну, блин, классно. Короче, придётся вот так делать. Вот они сейчас будут одним мостом пользоваться. Офигенно. Если у меня будет мост, я их отсюда отрежу, пущу ему отдельно и всё. Я надеюсь, что у нас сейчас пятница. Сколько у меня? Четыре плитки осталось? Офигеть. Дайте мост. Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, будьте чего реками. В общем, я говорю про то, что если бы не только бы акцент шёл на дорожную структуру, а чтобы ещё можно было бы что-то поменять с точки зрения домов, немножечко больше геймплея в эту часть нести. Мне кажется, оно было бы очень круто. Ага, хрен я там мосты получу, понятно. Давай, дорогу. Улыбаемся и пашем. А тогда... Может быть, нам стоило бы вот так вот сделать? А, тогда вот это у нас вытирается. Не, не вытирается. Нам всё равно придётся так сделать. Потому что они стали сюда, там, оперекидывать. Тогда забей. Оставляем, как оставляем. А тогда мне, может быть... Не надо, чтобы они сюда ездили? Так-то по-хорошему. И вот это мне тоже не надо. Всё, ладно. Живите так. Здесь я вам круг поставлю. Для удобства движения и по просьбе трудящихся. 39 плиток. Мне вот здесь вот нужен будет мост слева от красного верхнего торгового центра вниз, чтобы соединить, чтобы создать некое альтернативное движение. Потому что пока что есть вот один маленький мостик, одна маленькая дорожка, и оно всё мне не нравится, как оно работает. Ещё, наверное, я не хочу вот этот заезд на стоянку. Ну так, убрал же мост. Ну, блин, чё ты... Убрал, говорю, мост. Уйди отсюда. Блин, ты издеваешься нафиг. Уйди отсюда. Я буду ждать, пока они все отъедут, что ли? Вы долбанулись головой, что ли? Уйди. Он ещё едет еле-еле. Давай, кыш отсюда. Вот это, на самом деле, мне очень сильно не нравится. Это меня прям бесит. То, что приходится ждать, пока они все там проедут, чтобы поставить новый проект. Но при этом... Ладно, забейте. О, Моторвей. Давайте. Моторвей, это всегда хорошая тема. Тогда, если у нас есть Моторвей, это немножечко меняет. Мы можем, наверное, Моторвей поставить отсюда, вот сюда. Мы будем экономить. У нас красные будут ехать только сюда и по Моторвей, а жёлтые будут циркулировать там, и с ними всё будет хорошо. Да, я думаю, нам так будет проще. Опять же, если потом изменится ситуация, и нам там вот этот Моторвей красный не так уж и понадобится, мы потом можем его переставить. Но пока он работает нормально. Жёлтый большой торговый центр. Офигенчик. Офигенчик. Так. Сейчас. Сейчас всё будет. Вот так вот. Всё, ехайте через весь город, не засоряйте мне поток, давайте. Вперёд. Мне мост нужен, блин. Я бы тогда разгрузил бы немножечко, но... Ну да. Ну да, ну да, ну да. Пошёл мне нафиг. Так. А что если... Вот так сделай, чтобы она не пересекалась с голубыми. Голубые пусть спокойно себе вниз ездят, и мне не надо будет волноваться, что они там будут стоять в пробке. А, офигенно. А вот эти вот, ну, с другой стороны, делаем вот так. И как бы проблема решена. Пусть их сюда вливает. Мостик, спасибо. Пусть их туда вливает потихонечку. И мы в шоколаде. Будут ли красные сюда ездить, если я им сделаю вот здесь мост, чтобы они не через верх ездили. Сейчас посмотрим. Вон, появился сверху красный. Сейчас посмотрим, куда он поедет. Да, он сюда едет. Отлично. Меня это устраивает. Да, кстати, мотор, мы передвинем сюда на серединку. Хорошо. Эти уехали. Ну, значит, он будет работать в две стороны, этот моторвей. Значит, он будет работать в две стороны. Мы сейчас, может быть, машину отсюда убрать. То есть, синие будут ездить туда, голубые будут ездить сюда. раз архитектура в городе настолько бессмысленна и беспощадна, что по-другому никак. Красные у нас будут по этому же моторваю кататься, видимо. нам надо будет поставить там или светофор, или что-то, чтобы как-то регулировать это движение, мне кажется. Она уже стала хаотичным. Та-ра-та-та-та-та-та-та. Справа эти красные домики в Макдональдс вырисовываются. Я еще один мост возьму. И знаете зачем? не спрашивать так ты идешь сюда ты идешь сюда дружище мы вас соединяем и вы едете здесь и здесь через этот мост вы попадаете вот сюда но но я наверное хочу еще вот то что ты делаешь так сюда извиняюсь сюда 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 чтоб красные не использовали так вот теперь вот теперь мне ну ах блин тут еще одна красная появилась едьте друзья мои едьте мне рандебаут нужен вот здесь теперь офигенно не хватает плиточек так хорошо пока что отрежем один зеленый дом фишка в другом мне вот здесь вот рандебаут нужен потому что иначе они просто все не разъедутся там начнется хаос мне бы сюда еще один хайвей наверное я бы был бы не против часто нам дадут воскресенье посмотрим что это воскресенье нам даст красные едут они просто отчета там стал зеленый взял такой стал заторчик сделал довольный как слон так а мотровой да это фигово потому что мне нужны плитки но мотор вы мне нужен гораздо больше чем все будете трони туда транзитом ездить и вот это сюда подсоединяем подтяжки такие сделали и так какого же откуда ты там взялся маленький желтый домик блин до красные стали ехать туда им так проще они не забивают пространство офигенно просто а мне похоже придется вот это убирать ну шаг с хайвей по моему был правильный только его наверное надо будет сделать вот сюда чтобы немножко лучше распределял блин мы потихонечку превращаемся в сраный детройт какого черта ладно 400 в ваниле доставлено супер знаете че подумал может вот эти красные домики ладно сейчас посмотрим желтые пока что справляются у меня проблемы с красными мне их нужно просто как-то это все вот сделать правильно да давайте наверно сейчас возьму если будет рандэбаут если не будет я возьму просто много плиток сейчас если вы давать хайвей я наверно соглашу нет мосты нет рандэбаут и плитки красные сюда голубые сюда желтые сюда и осталось 10 это не так много но все же где мне еще происходит проблема нет там она мне не надо еще один желтый идет сюда понимаете я не могу сделать выезд круг короче круг и хайвей не сочетаются зато сочетается светофор то есть по идее если мне дадут светофор мне бы нужно бы его взять это решило бы некоторые мои проблемы здрасьте блин забор покрасьте а шо я вам сделал ну вот так вот я вам могу типа сделать мне еще один мост нужен сколько плеточек 2 понятно понятно ясно понятно я не знаю сейчас будем смотреть желтые справляются не справляются и насколько они справляются давайте я пока его просто сюда в дорогу присоединю потом посмотрим будет ли из этого затор получаться или нет у них тут по идее есть нормальный выезд желтые едут вот отсюда здесь нормально все вроде как на тебе тут тоже кружок дружок чтоб тебе было полегче пока что если что его оттуда уберу вот так вот сделаем пока что вот этот красный присоединить но посмотрим у меня нету нету у меня одна плитка одно я могу еще спекулировать блин а мне два светофора не возьму еще один утром и мне пофиг 10 плиток на тебе пойдешь сюда давайте смотреть да сейчас голубых сюда будет ехать очень много ой здрасте желтый а тут тоже появился еще один офигенно да так 600 человек красные туда ну с красными на самом деле у нас относительно нормальные отношения пока что блин там еще даже к 1000 не подобрались чтобы мне пришлось выруливать лучше вы сделаю вот так вот так поле надо дома подключать у меня нечем их подключать мне нечем их подключать я приплыл а может убрать зеленых с дороги можно вот так сделать у меня у меня бари плиток нету сейчас мне дадут еще таялс и я буду красавчик Да, зелёных быстро туда на помощь, потому что иначе они не расхлебают. Они все здесь в трафике застряли. Ладно, зелёные вроде расхлебались. Мне вот тут нужно, чтобы голубые ехали. 30 плиток. Сейчас уже никакой моторовой меня не может заинтересовать настолько, как 30 плиток, например. Блин, извини, дерево, но ты идёшь нафиг. И вот сюда тоже дорогу, чтобы они отсюда ехали. Жёлтый идёт сюда. Красный идёт сюда. Вы не подскажете, как синие машины... Блин, там перегруз офигеть какой. Как синие машины заезжают, блин, в жёлтые домики. Чё происходит с синими проблемы, потому что они там просто стоят. С красными проблемы, с синими проблемы. С зелёными проблемы, красавчики, устроили здесь затор. Нет, ладно, короче. Всё. Приближаемся к тысяче. Тысячи у нас не будет, к сожалению. Немножечко не вытянем. Но приближение к тысяче всегда сулит такие проблемы, что мы, наверное, не сможем это расхлебать. Хотя печально. Мы достаточно близки к тысяче. Я бы хотел, чтобы мы немножечко ещё выдержали, чтобы сюда синие поподъезжали вовремя. Но у нас три синих торговых центра, которые просто горят, и нам просто никаких не потушить. Зелёный тоже красавчик. И тут нам дают ещё один синий торговый центр. Ну, нам же ж некуда было машины тратить. Вот эта вот пробка из синих. Смотрите, пять синих машин стоят просто. Такие, привет. Ладно, возможно, тысячу мы и расхлебаем. Сейчас посмотрим. Мне кажется, что это будет всё же реально. У нас очередной раз... Очередной раз мы это видим, что выезд с Хайвея создаёт огромные пробки. Нам нужно, значит, их исключительно в комбинации со светофорами использовать, чтобы там хоть как-то... Да, тысячу мы прошли. Хорошо. Наверное, я слишком поздно к этому додумался. Но, в общем, да. Мой вывод таков, что нужно попробовать выезды с Хайвея комбинировать со светофорами, чтобы они более эффективно работали. Если есть те, кто думает об этом в самой первой серии и просто не пишет мне об этом... Ребят, сорян. Так, на тебе. А я не могу там светофор поставить, а тут светофор поставлю. А, он уже лопнул. Ну, хорошо. 70 дней. 70 дней. 70 дней. Хорошо, пойдём в менюшку. Па-па-па-па-па-пам. У нас открылся Рио-де-Жанейро. Манила на тысячи. Челленджи открылись в Маниле. Круто. Не, спасибо. Я, пожалуй... Я не настолько хороший в челленджи. Ну, вот, короче, daily challenge, разве что. В Мексико, в Мехико. А какие... Less is more. Так. В два раза меньше плиточек каждую неделю. Некоторые торговые центры всегда... Всегда круги. Я не знаю. Это звучит сложно. Это звучит трындец как сложно. Пойдём попробуем. А, угу, угу. Вот нам, короче, вот это они такие... Вот это тебе сразу круглый будет. Сразу увеличенный торговый центр. Всё, ничего ты с этим не сделаешь. Меня гораздо больше напрягает, что будут давать в два раза меньше плиток. То есть, обычно у нас стандарт это 20 плиток плюс светофор или круг. Здесь же нам и говорят, что светофор или круг это 10 плиток. Хайвэй это 5 плиток, а стандартные это 20... Не 20, 15 плиток. Короче, нам трындец. Давайте так. Если мы доживём до 400, это будет просто шикарно. В чём я очень сильно сомневаюсь. Я понимаю, что в начале игра такая слоу пейс и... Не будет нас сильно давить. Хотя, с другой стороны... Скажем так, чувство дискомфорта, возникающее при игре с челленджами, оно изначально тебе, наверное, немножечко давит, заставляет делать некоторые ошибки. Посмотрим, насколько это скажется на нас. Пока что вроде спокойно, они вначале такие накидали, 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 а потом... Ладно, посмотрим. Посмотрим, пусть человек справится. Спасибо. Так. Я знаю, что так я трачу на одну клеточку больше. Я в курсе, спасибо. Но... Мне так эстетически спокойнее. Если надо будет, я потом это уберу. Да, так каждый раз говори, каждый раз... Короче, слушайте, в чём прикол. Выезд с хайвея никак нельзя регулировать. Ни светофорами, ничем. Он просто в куда-то. То есть выезд с него это отдельно должна быть... Ну, грубо говоря, делаешь вот так вот отдельно дорогу, и вот сюда вот присоединяешь хайвей, а вот здесь, например, на перекрёстке уже ставишь что-то. Звучит логично. Ой, туннель. У меня туннеля нету. Я возьму туннель, спасибо. Это первый туннель, потому что тут везде горы. Мне кажется, сейчас могло бы быть плохо, потому что у меня нету много плиток, чтобы идти в обход. Ну что ж, сколько там, половину игры мы отыграли? Я начал понимать некоторые основные принципы, да? Лучше поздно, чем никогда. Значит, ну да, вот эти вот бирюзовые, они всегда будут круглые, не важно, что происходит, они всегда будут круглые, потому что это условие челленджа. Хорошо. Пока это всё не перекрещивается, это всё очень легко. Как только, как только, ну вот, вот сейчас, например, вот сейчас оно начнёт перекрещиваться, и всё, и трындец. Значит, делаем вот так, и вот так. Чтобы этот, с этого домика люди могли туда доезжать. Это не создаст нам больших проблем, но вот система уже скрещена. То есть до этого у нас были две отдельные экосистемы, сейчас уже нам приходится их переплетать. Или не вносить этот домик в систему. Ну это глупо. Если не этот домик, то какой-нибудь следующий, или через один ход, всё равно систему придётся переплетать. Пока что они, по крайней мере, сгруппированы правильно. Сьерра дэ лас Круцис. Кручес. Кру... Блин. Погоди. Это... Это ж... Мексика. Тут же говорят на испанском. Ну, на одной из... На речи испанского. И там же произношение, оно же не такое, как в английском. Сьерра де Годелупо. Годелупо, это я знаю. Да. Хорошо. Воскресенье. Что же нам принесёт Воскресенье? Нам принесёт круг, который я возьму. Хотя это меньше плиточек, но круг мне придётся взять, потому что у нас нет сильно большого выбора. Лучше накопить ресурсы сейчас, когда их дают, чем потом, когда они тебе нужны будут уже сейчас, а ты всё ещё никак не сможешь... 9, а мне хватит. Должно хватить. Ну, пусть они через низ едут. Мне это вполне устроит. Тогда вот здесь вот ставим рандэбаут, и всё нормально. Это не должно никого задерживать. Как мы с вами в одной из прошлых серий говорили, что это цвет выцветшего стоп-сигнала, да? Да ладно! Ещё и четвёртый сюда. Выстебётесь. Охренеть! Не, я понимаю, что это челленджи, все дела, но блин! Всё, плитки закончились. Вообще в ноль. Сейчас посмотрим, где у нас... А, я это не могу поценить. Где у нас будет место трения, так скажем. Так, я вот на самом деле сделал бы... Ща, погодите. Есть варик. Если мне дадут нормально плиточек сейчас, есть варик это всё сделать более культурно. 20 плиток пока что без тайла. Сюда, сюда, сюда. Чтобы вы ехали в эту сторону. Тогда сюда. Почему бы нет? Ты поедешь сюда, ты поедешь вот сюда. Сейчас, 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 ребят. Нам здесь нужно сделать правильный разворот. Вот такой вот. Например. Здесь тоже у нас проблемы, я не спорю. Их нужно будет как-то избегать, но пока что... Блин. По крайней мере, сюда на подъезде, чтобы у нас не возникало проблем. У тебя они есть сейчас везде. Вот этот, вот этот перекрёсток мне тоже не нравится вообще ни разу. Давай ты будешь вниз выезжать, чтобы не мешать основной дороге. Это дорога у нас, которая соединяет, мне надо, чтобы ты мешал там. Ты будешь вверх. У жёлтых, у них выхода нет, им приходится ехать через вот этот весь бардак. А что если они будут ехать сюда? Ну, мы их просто отрежем, чтобы они не шли через общую вот это вот стадо, через голубых и фиолетовых, чтобы они ехали вниз. Попробуем сделать вот так. К тому же немножко несправедливо, что раундэбаут занимает 5 поинтов. Вот, например, у тебя какой-то домик появился в неприятном месте, как прыщ, знаете, и всё, и ты уже никак не можешь избежать, чтобы... Так, фиолетовый, давайте, ребят. Резче. Моторвый, да. Моторвый меня вполне устроит. Который будет идти, например, откуда-то здесь, куда-то здесь. Нет, здесь. И к нему будет идти отдельная дорога. Выглядит вполне пристойно. фиолетовый, да, так, будут быстрее попадать. А вот вы... Да, с вами будет веселее. но с другой стороны розовые могут пользоваться, кстати, этим же моторваем, чтобы попадать в свой торговый центр. Давайте мы вот так вот сюда это всё и выведем. Где там пробки? Я не слышу, не вижу. Ну, в смысле, я слышу, но... А, вот тут. Собственно, на хайвее есть пробки. Так я хотел бы, чтобы вы вокруг ездили. А, вокруг они выезжали. Хрен на себе, где ты появился. Ай, блин. Вы чё? А это же не... Это нереально. Вы чё? У нас суббота. А там... А там люди уже. Чёрт. Придётся вот так делать. Быстрее давайте в воскресенье. Так. А-а-а... Вот оно, вот оно, сказывается нехватка плиток. Эээ... 20 плиток. Потому что нафиг. Всё, убирай эту дорогу к чёрту. Я собирался тут строить торговый центр. Ой, не торговый центр, проезд, блин. Смешно. А-а-а... Так. Дружище. Ты трындец как неудобно поставил. А мне ещё и соединить его надо. Вот мне красотной бриточки не хватило. Подсоединили. Нормально. Так, фиолетовые пусть катаются. Вот эти маленькие домики внизу они обслуживают вот этот. Вот эти будут обслуживать вон тот. Всё вроде пока что шоколадненько. Сколько у нас осталось? Ноль плиток у нас осталось. Красотища вообще. Оранжевые едут. Мне не нравится как они едут. Мне не нравится что они пересекаются. Но мне сейчас вообще всё не нравится из того что здесь происходит. Это нормально. 400 блин я говорил что сколько 400 500 человек будет считаться для нас победой. Но это практически победа. Это практически победа. вон у нас там плохой перекрёсток я вижу где где голубые с жёлтыми проезжают не могут пересечься по-человечески. Но у нас нечему нечему нечего им противопоставить. Поэтому пусть катаются. ясно у меня там просто нету плитки. Дефицит плиток это страшная штука. Не оно всё пока вроде как как-то живёт. мне просто не нравится как оно живёт. Ну что-то где-то как-то вроде работает. Давайте уже воскресенье день. Извините. Просто немножко офигел. 20 плиток такие берут. На тебе домик в нигде просто. Ну на зашибись. домик в нигде. Вот как раз одна плиточка осталась подсоединить тот домик и всё. Надь, зашибитесь. Фиолетовый сюда. А, вот ещё тут начали появляться. Отлично, отлично. То есть смотрите, некоторые цвета как вот бирюзовый фиолетовый, они сразу появляются с огромными торговыми центрами. А выцветший он получает квадратные торговые центры, а потом ещё эволюционирует. Ну, замечательно. Так, это я могу подключить. Вот от этого не могу. Блин, а нужно? А что я ему сделаю, если у меня просто нет нечем его подключить? то есть там сейчас будут накапливаться люди, и тут будут накапливаться люди, а плиток просто нету. Ну, то есть всё. Жёлтое ещё хоть как-то могу сделать. Тут у нас целый квартал неподключенный. Ну, вот. Тут уже накапливаются люди, там. Но это всё. Как бы это мы приехали. Сейчас я отсюда уберу. Он пока не вернётся, я нихрена не уберу, понятно. Я даже убрать ниоткуда не могу, потому что никто из них не вернулся ещё, и я не могу урезать ни с одного из них. Ну, красота, короче, ладно. да. Мы до воскресенья уже тоже не дотянем. Мы сейчас просто лопнем из-за того, что у нас тупо не хватает плиток. Это единственная наша проблема. Собственно, этот весь челлендж заключался в нехватке плиток, но... Я понимаю, давайте... он не может через гору идти. Супер. Я об этом не подумал. А это у нас пойдёт сюда. А это не, но это уже поздно. Я рыпнулся, конечно. Тот белый ещё откачают, а жёлтый уже не откачают. Смотрите, жёлтый сейчас лопнет сбоку, потому что мне нечем было туда ехать. Жёлтый слишком далеко, и хайвей нельзя построить через горы. Ну, короче, 724 человека в полтора раз больше, чем я рассчитывал, что, в принципе, тоже хорошо. Ладно. Сходили на челлендж, сходили на прохождение Рио-де-Жанейро у нас открылся. Не, у нас ещё есть во что поиграть, ещё есть, ещё есть, так что всё хорошо. В Дубае у нас откроется 400 на Рио, я думаю, в следующей серии как раз мы это сделаем. Пока что, ребятушки, будем заканчивать. Всем, что были с нами, всем удачи, добра-бабра, всем ладушек, всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok